Порывистый ветер, минусовые температуры ночью и днём. Явление временное. Весна не за горами. Не успеют жители Артёмовского городского округа и глазом моргнуть, как наступит пора первых вылазок на природу, в сады и огороды. Поэтому уже сейчас необходимо вспомнить об опасности клещах, которые вот-вот проснутся после зимней спячки. О ситуации по клещевому энцефалиту на территории Артёмовского городского округа, а также о профилактике заболеваемости клещевым энцефалитам, рассказал Александр Микушкин, заведующий эпидемиологической службы Артёмовской ЦРБ. Оценивая предыдущий сезон, 16-й, можно сказать, что у нас было покусано 455 человек за сезон. По указанию покусано составило на стучность селения 792,9, что выше прошлого года на 8 процентов, 15-го и выше среднемноголетнего уровня по району на 7 процентов. Из всех покушанных 21 процент это были у нас дети. Кроме этого, среднемноголетний уровень болеваемости, точнее покусанных в Артёмовском округе, он выше областного на 20 процентов. То есть, можно говорить, что ситуация у нас с покусами и клещами оценивается как неблагополучная. И она более напряжённая, так как выше среднемноголетнего. Если оценивать общую динамику покушанных за последние 5 лет, то за 12-й год у нас было покушанных в показателях на стучность селения 559, за 16-й год – 792. В 2014 году сильный был всплеск, около 1000 покушанных в клещах населения. А так идёт у нас, в принципе, за последние 5 лет отмечается рост покушанных на нашей территории. Если оценивать число госпитализированных с подозрением на клещевой энцефалит за 2016 год, то их было всего 16 человек. Диагноз подтвердился только у троих. Уровень заболеваемости в Артёмовском городском округе составил 5,2 на 100 тысяч населения и не превышает уровня прошлого года. Тем не менее, он выше среднемноголетнего в 1,8 раз. Заболеваемость также у нас… Средний уровень заболеваемости у нас 2,4. И, как бы, если оценивать его со среднеобластным, у нас он выше 2,2 раза. Также можно оценивать у нас ситуацию неблагополучной. Касаясь вопроса профилактики, Александр Микушкин обратил внимание на саму болезнь, её последствия. Эцефалит плечевой относится к природной очаговым инфекциям, которая поражает у нас различные системы органов. В первую очередь поражается у нас нервная система. Исходом этого заболевания у нас являются стойкие параличи нервной системы, и что приводит к стойкой инвалидности. Заражение происходит это у нас при всасывании клеща в кожные покровы, также при расчесывании места укуса клеща. И в редких случаях бывает это при употреблении сырого молока, инфицированного в пищу. Такие случаи у нас были года 2-3 назад, когда пенсионер заболевал при употреблении сырого молока. Такие случаи у нас в Артемовском были. Как же можно заразиться? Это у нас обычно в лесу, на дачах. Также можно при поглаживании кошек-собак, так как они являются тоже переносчиками клещей. Также через цветы, когда можно собрать их на даче. И также на дачах, в помещении жилых, так как клещи могут переползывать, тем самым можно получить укус и тем самым заразиться. Эпид-сезон предупредил главный эпидемиолог Центральной районной больницы. У нас начинается с апреля и продолжится по сентябрь. Пока на территории Свердловской области укусов ещё не зарегистрировано, по данным Роспотребнадзора. Но как только установится небольшая оттепель, первые покусанные появятся, отметил Александр Микушкин. Если оценивать заражённость клещей, примерно 9-10% клещей, которые кусают людей, они у нас заражены. То есть это по данным прошлого года и по предыдущим, когда клещи при покусе были проведены исследования на заражённость. И вот такие цифры мы имеем. Говоря о профилактике, Александр Микушкин напомнил о своевременной и полной вакцинации. А также рекомендовал запастить отпугивающими средствами – репеллентами. В свою очередь коммунальным службам и организациям произвести акарицидную обработку парков, скверов, кладбищ. А населению всегда помнить самые простые методы предосторожности – это взаимосмотры и соответствующая одежда, ограничивающая доступ к клещам, кожным покровам.